Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. В этом видео мы монтируем секционные ворота в гараж. Ворота фирмы Ферман. Немецкие ворота. Для этого мы подготовили полностью чистовой проем. Уже все покрашено здесь. Вот лежит плиточка примыкания. С этой стороны тоже все у нас готово. Струпильная часть уцеплена. Потом он готов. Теперь установка собственно ворота. Установку ворот я решил доверить профессионалам. В принципе можно разобраться самому. Ничего сложного. Но цена вопроса не очень большая. Поэтому чтобы не заморачиваться, не тратить целый день на это. Ребята буквально за час все смонтировали. Мне очень понравилось. Есть много тонкостей, много нюансов таких, где надо правильно что-то выставить, настроить. В общем я пошел этим путем. Хотя в принципе можно все разобраться и самому. Но нужно паку маякать чуть-чуть. Сперва выставляются все направляющие. Вот по проему. Вот потом к ним уже монтируются горизонтальные потолочные в общем крепления. В общем все по порядку. Тут конечно вам не все будет понятно, но в общих чертах можно себе это представить. Вот так вот выглядят эти ворота. Уже финальный этап монтажа. Буквально установка занимает часа полтора. Достаточно быстро. ворота теплые. Четыре с половиной сантиметра толщина самой секции. Уплотнительные все элементы между панелями, по периметру и в общем везде. В общем это немец. Немец есть немец. И это самая теплая ворота, которая только есть. Потому как у меня здесь котельня. Помещение хочу чтобы было теплым. Вот поэтому выбрал такие вот ворота. Что самое интересное, что я просто каким-то чудом попал в акционный размер. Высота и ширина проема моего, которые я сделал, просто вот от фонаря сделал. Вот мне померял. Вот подойдет, ширина подойдет, высота подойдет. Я сделал такой проем и оказался это стандартный проем. И причем на стандартные размеры у Херман была акция. Вот. И просто если бы это был какой-то другой размер, эти ворота стоят очень дорого. А так как это акционный, в общем этот размер, то цена вопроса составила столько же, сколько из-за там Алютех или там какие-то другие бренды. Вот. Поэтому я взял немца, который считается самым классным. Вот. благодаря своему размеру. И так настраиваем, регулируем ворота. Последние подгонки. Вот. Все зазорчики. Вот. Смотрим как работают все механизмы. В общем, идет наладка. Последние штрихи. Последние крепежи. Вот. И, в принципе, на этом почти все. Вот. Осталось последнюю закрепить. Балочку и все. Ну что, друзья. Вот наши ворота и смонтированы. На что хотел обратить внимание. Ну, во-первых, при планировании будущего гаража, при проектировании будущего гаража, очень важно закладывать правильный размер проемов. Особенно, если вы хотите сэкономить и попасть, допустим, вот как я, в стандартный, базовый, акционный вариант ворот. Вот. Таким образом можно сэкономить. Значит, мой проем, мой чистый проем, уже с положенной плиткой, с полностью оштукатуренными, отделанными откосами, у меня получился 2,12 на 2,72. Но этот размер, он еще как бы у них по акционному, вот этому, значит, он чуть-чуть там плюс-минус гуляет. Я точных размеров не могу сказать. Нужно заходить на сайт, там, Хермана или других производителей и смотреть, какие у них есть стандартные размеры. Вот мой размер 2,72 на 2,12, он подошел. Потом, что еще? Ну, во-первых, это самое важное, чтобы размер соответствовал стандартам. Потому, если этот размер будет больше на 10 сантиметров, или на 20 сантиметров, цена ворот значительно возрастает. В целом, ворота работают хорошо. Вот есть такой пульт. У меня 2 пульта идут в комплекте. На потолке у меня будет резетка. Туда подсоединяется вот этот кабель. От блока автоматики. Можно перейти в ручной режим. Вот так вот, нажав, потянув за шнурочек. И можно закрывать, открывать ворота вручную. Здесь вот есть специальная ручечка. Что бы вернуть в обратное положение. До конца довел, оно защелкнуло здесь. А, ну, попробуем пультом. Оп, само подхватило. О, остановилось. Еще есть хорошая опция. Это небольшая лампочка, которая светится где-то минута или две. Две минуты вроде она светится. Допустим, если машиной заехал, там еще свет не включил, или он не включился по каким-то причинам, там датчик, если не стоит, то есть еще небольшая подсветка. Ну, хорошо, давай попробуем закрыть. Закрываем. С пульта все закрывается. Все работает четко. И вот теперь еще один небольшой нюанс. Небольшой нюанс. Резинка-уплотнитель. Вот так вот хлоп, присосалась. Ну, достаточно плотно. Но, в то же время, есть вот такие вот зазоры. Ну, вот видно, что свет попадает. И, соответственно, эти места, это сквознячок. Здесь надо пройтись герметиком еще везде, позадувать, вот где можно это сделать. Ну, вот в этих местах нижних есть зазоры. Есть такие вот зазоры, через которые будет гулять ветер. Вот. А так как ворота позиционируются как теплые, ну, я посмотрю, как это будет работать. Ну, в принципе, может это и не критично, так как основная часть теплая. Вот. Есть только небольшие зазоры. Вот так лампочка горит, и кое-что да видно. Хорошо, открываем. Красивенько так все открывается. Чудненько. Притормаживает в конце. Лоп, остановилось. Вот такое вот чудо техники. Теперь у меня в гараже. Теперь, наконец-то, котельня уже будет утеплена. Точнее, наконец, котельня теперь уже утеплена. До конца. Утеплено перекрытие. Теперь уже есть ворота. Ну, и сегодня вечером мы затопим котел. Посмотрим, какая температура будет здесь в котеле. Здесь надо повесить еще один градусник, чтобы контролировать температуру. Вот. Самому интересно, сколько будет здесь. Сколько будет котел отдавать этому помещению. И насколько поднимется здесь температура. Итак, что касательно цены. Цена этих ворот напрямую зависит от курса евро. На сегодняшний день это составило чуть меньше тысячи долларов. В общем, где-то 25-200 мне обошлись вот эти вот красивые, стандартные, базовые вороты. Ну что, я вручаю вам этот пульт. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Нижняя кнопка не активная. Активна только верхняя. Нажимать нужно не коротким. Это нижняя, вот эта верхняя. Нужно нажимать на одну секунду, чтобы загорелась вот эта красная лампочка. То есть, ну да. Что-то типа так. Классно. С наклеечкой такой. Значит, закрывание-открывание производится с помощью одной верхней кнопки. Не знаю, для чего нижняя. По сути, она неактивная. Значит, режимы работы такие. Нажимаешь кнопочку, они пошли вниз. Нажимаешь еще раз, они останавливаются. Нажимаешь еще раз, они поднимаются. И так по кругу. Останавливаются, едут вниз. Если стоит человек или какой-то предмет, ворота упираются и едут назад. То есть, они не раздавят тебя и твою машину. Умные ворота. Умные ворота. Вот такие вот немецкие умные ворота. Если нет электричества, если тебе объясняю, есть вот такая вот шнурка. Такую шнурочку. Вот, этот шнурочек просто дергаешь, идешь сюда, берешь вот за эту ручечку и за эту это управляешь. Так, если мы нажмем, оно подхватит или не подхватит сейчас? Вот, подхватило само. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Кому понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы, которые вас интересуют, и мы с удовольствием ответим на их. До новых встреч, пока-пока. Пока! Пока!